Ну что ж, здравствуйте! Господи, как я давно не была в прямом эфире, и вот я наконец здесь. Несколько секунд волнения у меня было, потому что всё лето практически я не выходила в онлайн. Одна моя попытка завершилась неудачей. Я записала эфир, звук которого куда-то пропал. Непонятно, куда он делся. Но приступим к основной теме нашего эфира. Я сегодня хочу записать очередную тему. Если я буду одна, то я запишу одну тему. Если ко мне присоединятся люди, я буду отвечать на вопросы, рассказывать про матрицу, чем она полезна, какое её приложение в жизни, как она помогла мне отвечать на ваши вопросы. Поэтому те, кто присоединятся, можете писать, как вас зовут, откуда узнали, зачем зашли, что хотите узнать. Поэтому, исходя из ваших вопросов, будут и ответы, будет и диалог. Но я начну несколько слов, пока вы, возможно, пишете, пока вы присоединяетесь. Я хочу рассказать вам про матрицу, которая очень интересна оказалась для меня предметом, очень интересна. И многие вопросы в своей жизни, которые я не могла очень долго закрыть, я закрыла благодаря матрице. То есть я поняла, почему меня раздирали определённые страхи, определённые предпочтения, определённые цели. Я поняла, почему жизнь меня ведёт в определённом направлении. То есть матрица мне дала понимание происходящего. Вот так. То есть это как некий навигатор, который сложила пазлы в моей голове. Если у вас есть такие же вопросы, которые вы никак не можете решить, не можете на них ответить, и психологи вам не помогают, и философские книги, и туча каких-то семинаров, тренингов, то матрица сможет дать вам ответ. В частности, я сегодня отвечаю на один любой вопрос. Если вы пришлёте мне дату своего рождения, я посмотрю на вашу матрицу и отвечу на ваш вопрос. Что я хочу сказать ещё по поводу матрицы? В каких сферах она может вам помочь просветить определённые темы? В данный момент я разрабатываю такую тему, как работа с клиентами. Работа с клиентами, работа с персоналом, если вы какой-то большой предприниматель. Я рада, что со мной в эфире сейчас Эсташи Ашеха, или как правильно я называю, никнейм или нет. Приветствую вас. Можете рассказать, как вас зовут. И какой у вас вопрос в целом. Просто хотя бы напишите что-то о себе. Пока у нас диалог получается. Но я надеюсь, что эфир я выложу. Я выкладываю все свои эфиры в YouTube-канале. Приглашаю вас туда. В шапке профиля Инстаграма есть ссылочка на эфир. И я продолжу рассказывать о том, как сильно помогает матрица в выборе партнёра, в общении с клиентами, в общении со своим штатом, с подчинёнными. И также можно посмотреть, к чему приведёт ваш союз. Стоит ли вообще его начинать. И матрица помогает выделить человека по качествам. Вот, скажем, вы, например, работаете в юридической фирме, и вам важно, чтобы человек очень хорошо относился к закону, к справедливости. Это говорит о том, что вам нужно искать человека с 11-м арканом. Аркан «Справедливость» и 8-й аркан «Сила». Соответственно, если ваш человек, который пришёл на собеседование, например, рождён 8-го числа или 11-го числа, или в августе, или в ноябре, то вы смело можете рассчитывать на то, что у него с законом всё в порядке, и к силе он тоже правильно относится, и с ним можно устроить какие-то партнёрские отношения. Это вот я касалась одной сферы. Если же человек рождён… Опять же, арканы могут быть энергии. Я ещё их называю уроками, жизненными уроками. Они могут быть пройдены, а могут не пройдены. Вот когда урок данной энергии не пройден, аркан проявляет себя в негативе, в эритрограде. Скажем так, кому известна тема расчёта нумерологии, другая сфера, например, другая система, которая вам помогает понять этот мир, то это вот в такой форме, в агрессивной находится. То есть аркан энергии проявляется негативно. Соответственно, если вы с человеком правильно пойдёте в рапорт, построите с ним правильный контакт, то такой человек может проявить себя с потрясающей стороны, с яркой стороны, и вы поможете ему развить в себе те таланты, которые в нём заложены. Но также вы можете понять, что если человек пришёл к вам, и вы задаёте ему определённые вопросы, понимая тот аркан, ту энергию, которая стоит у него в матрице, а он отвечает мимо кассы, то это говорит о том, что у человека эта энергия потенциально есть, но она закрыта, она не развита. Вот. Такие дела. В общем, со мной не хотят общаться, я уже несколько попыток сделала, и пока что вижу только смайлики. Видимо, иностранец, судя по тому, что единственное слово в нашем диалоге — это «ок». Ну, да ладно, продолжу эфир. Я его в любом случае оставлю на века, так скажем, для других людей. И вот к чему я возвращаюсь. Я возвращаюсь к тому, что, например, если вы ищете себе партнёра, и вы понимаете, какой вам человек нужен, например, ответственный, с тучей идей, который умеет вступать в диалог, который умеет, например, склонность к дипломатии, вы понимаете, кто вам нужен, то когда вы будете делать какой-то отбор среди людей, вы можете посмотреть его матрицу и понять, подходит вам человек или нет. Либо понять, что если он приложит усилия, и вы вместе приложите усилия, эта энергия раскроется в плюсе. Потому что не все таланты у нас открыты, не все энергии у нас проработаны. И возвращаясь к теме того, что я воспринимаю арканы как уроки по жизни, например, если у вас не проработан третий аркан, это аркан императрица, то вы будете выглядеть неопрятно, у вас дела будут идти неопрятно, то есть в целом у вас дома не будет, у вас не будет вот этой материнской энергии, вы не будете взращивать вокруг себя всё, у вас всё будет и звон рук плохо идти, и хозяйкой вы будете плохой. Женская энергия у вас будет так себе, вы не будете понимать, что вы хотите, не будете понимать женщин, мать, будете ругаться со своей матерью, с женщинами рода и так далее. То есть третий аркан включает в себя очень много нюансов этой энергии. И получается, если вы его не проработаете, у вас это будет фонить такой радиацией, и все будут, естественно, от вас шарахаться. И вы будете не понимать, почему от вас шарахаются, возможно, и сами. Вы начнёте идти в противоположную сторону, в мужскую, например, энергию, при стечении определённых арканов в матрице. Если у вас там более позитивный будет, допустим, четвёртый аркан, император, то вы будете, соответственно, в силу этого аркана, если он в плюсе, уходить в крайность. Вы будете больше брать ответственности, строить всех, давать распоряжения, тиранить. Опять же, это может быть и в плюсе, и в минусе. Но, скажем, если у вас есть задача проработать третий аркан, а вы его не видите за счёт того, что у вас ярко открыт другой аркан, то вы, соответственно, не развиваетесь. Да, вы уходите в крайность. Вы, возможно, пересилите ту энергию, которая у вас и так была сильная. Она станет уже сжигать всё вокруг. Вот. Ну что, например, я сегодня хочу разобрать Екатерину Вторую, Екатерину Великую. Вот пока у меня в эфире со мной не хотят общаться и в целом недостаточное количество желающих. Поэтому я начну рассказывать такую тему арканов, смотря на определённый портрет личности. И вот сегодня я хочу затронуть Екатерину Вторую, Екатерину Великую. Эта персона однозначно харизматичная, неоднозначная, противоречивая местами, интересная. Эта правительница, да, русская, русская императрица, которая имела, соответственно, не имела ни капли русской крови, но стала русской по праву. Мало русских царей, которые были по крови русские, знали русский язык так, как знает его Екатерина. Это говорит о чём-то, да, это да о чём-то да говорит. То есть это говорит о том, что человек понимал, что он хочет, понимал место, в котором он оказался, те предлагаемые обстоятельства, в которых он оказался, и понимал, как ему себя вести в предлагаемых обстоятельствах. Так вот, тем не менее, это была женщина, да, это не был мужчина, это была женщина, что ещё интереснее. Потому что, как правило, мы с радостью воспринимаем подвиги, мужские подвиги, и как-то с подозрением воспринимаем женские подвиги. Есть такое или нет? Скажите мне в комментариях, будет интересно узнать. Екатерина для меня очень интересна, потому что её политика мне откликается на то время, в котором она происходила, те её цели и идеи, которые она хотела, но не смогла внедрить. Но её цели были очень гуманные, очень прогрессивные и местами пророческими даже. Правда, не удалось их в то время осуществить, но Россия до сих пор ждёт того человека, который это сделает с ней, так скажем. Ну, я иду к Екатерине, и опять передо мной стоит такой момент, как две даты рождения. В то время, когда Екатерина была рождена, мы жили по другому календарю, мир жил по другому календарю. То есть у нас есть юлианский и грегорианский календарь. И вот принято, мы живём уже по грегорианскому календарю, и, соответственно, те даты рождения, которые были по юлианскому календарю, сейчас переводятся по грегорианскому. И, соответственно, те люди, в ту эпоху рождённые, в Википедии, например, обозначаются двумя датами. Я очень щепетильно подхожу к разбору матриц, и я, как правило, заглядываю и в ту дату рождения, которая была в то время у человека, когда он был рождён, и все праздновали, например, его день рождения в то время. Допустим, у Екатерины это было 21 апреля 1729 года, она рождённая. То бишь в то время Екатерина праздновала свой день рождения 21 апреля. Но принято в переводе на наше время по грегорианскому календарю считать уже её рождённой 2 мая, то есть разница в 11 дней. И, как правило, я забиваю две матрицы и просматриваю ту и ту. И так как я уже имею жизненный опыт человека, я смотрю, какая матрица максимально подходит и по минусу, и по плюсу, и начинаю, исходя из этого, рассказывать о человеке. Так вот, Екатерина Великая, Екатерина Алексеевна, урождённая, конечно же, она была София Августа Фредерико Ангальд Церпская, но с крещением она приняла крещение, она стала Екатериной и Екатериной Алексеевной и полностью переродилась. Она даже сама сказала, что всё, нет у Фредерики, сказала это своей матери, когда-то в кулуарах назвала её Фике Фредерика, она сказала, нет больше Фредерики. Фредерика умерла с этого времени, есть Екатерина Алексеевна. И посмотрите, какое ответственное взвешенное решение у девочки 15 лет, 15-17 лет, это девочка, которая прибыла в Россию. Что я хочу сказать? Вот если брать, что Екатерина родилась 21 апреля, и вот этот вот её характер, вот эта её воля подкреплена действительно матрицей. То есть мы смотрим на первый период и понимаем, что Екатерина по Земле, по первым трём чакрам была императором. То есть это мужская энергия, это брать ответственность, это принять решение и никогда его не изменять. То есть четвёртый аркан — это аркан, который принимает решение, и ему очень сложно, то есть он настолько взвешенно принимает решение, что он не меняет своё решение. Такой человек даже может быть заложником своего решения, если нету, например, каких-то других арканов, более мягких, более женственных, более способных к расширению. Вот у Екатерины предназначение, если смотреть на её дату рождения, 21 апреля, ещё раз скажу, потому что могут быть различные мнения и могут быть люди, сторонники 2 мая. Я скажу про 2 мая обязательно и сопоставлю две матрицы, но пока начну рассказывать, чтобы не вводить в сумятицу ваш мозг и себя в том числе, расскажу про первое число, 21 апреля. Так вот, она по земле император, то есть человек, который принимает решение. А по верхним трём чакрам — это 12 аркан, это любовь во всём мире, это созидание, это где-то даже жертвенность. 12 аркан — это аркан жертвы, это креатив, это новатор, это сделать что-то полезное. То есть человек, имеющий 12 аркан, вот если у вас, кто меня сейчас смотрит, у вас есть 12 аркан, это либо 12 число рождения, либо декабрь, либо сумма года у вас есть, которая даёт 12 число. Ну, либо если вы можете забить в калькулятор и увидеть там 12 аркан в зоне финансов, предназначения, характер, таланты где-то, имейте в виду, что вы склонны, и ответьте себе правильно и честно на вопрос, что вы склонны искать в этом мире такие занятия и такое применение себе, где вы приносите пользу. Вы можете дарить дорогие подарки, а Екатерина славилась своими дорогими подарками, все её фавориты получали несметные богатства, несмотря на то, что доход империи был где-то даже меньше, суммарный, чем те средства, которые она потратила на своих фаворитов. Это баснословные деньги. Тогда императоры не считали деньги, хотя Екатерина первая, которая пришла на престол и посчитала, сколько тратила Елизавета Петровна, императрица, которая правила до неё. Очень интересная получилась парампура, передача. Одна женщина передала власть другой женщине. Возможно, Елизавета Петровна увидела в Екатерине себя, какие-то качества, и поняла, что этой женщине не можно доверить престол, потому что своего племянника она не взлюбила. Она считала его глупым, Петра Третьего, она считала его глупым, и она считала, что такому человеку оставлять престол никак нельзя, и она даже хотела передать, она написала вообще-то, как это получается, дарственную, посмертную. Когда она умирала, она написала передать своему, она обвенчалась тайно с мужем, сейчас я скажу, кто это, забыла его имя. Так, сейчас я скажу, как его звали. Разумовский, Алексей Григорьевич Разумовский, супруг её был, она оставила ему престол, но он был таким человеком, абсолютно не амбициозным, он мог помогать, скажем, сильной личности, но сам не претендовал, у него не было потребности и желания быть на престоле русском. У него не было абсолютно, и когда Екатерина II пришла вместе с гвардейцами к нему, соответственно, он прочёл, и она прочла при гвардейцах то, что принадлежит престол по передаче Елизаветы Петровны ему, на что он сказал, он сжёг эту бумагу и сказал, что он отказывается от этого и предоставляет Екатерине Великой, Екатерине II в то время, Екатерине Алексеевне престол. Так вот, продолжаю говорить про Екатерину, кто добавился, приветствую вас, рассказываю про Матрицу, но так как вопрошающих пока не было, веду монолог про Личность, про Арканы, как они отыгрались в Личности. Вы можете задавать свои вопросы, рассказывать про себя, откуда пришли, потому что сегодня я жду людей, которым готова ответить на один вопрос, который их мучает благодаря своей системе, ну и ответить на любые ваши вопросы, если они у вас есть. Продолжу рассказывать про Екатерину. Так вот, так как у неё по первым трём чакрам она император, это волевой человек, принял решение, сделал, она решила, что она будет императрицей, она сделала это решение, она ему не изменяла никогда. Даже семью, которую она очень сильно хотела, она так и не завела, потому что престол для неё был первым в списке желаний, так скажем. Ну вот, по небу, по другим верхним арканам, четырём верхним арканам, она была очень созидательна, и её вдохновляла польза, то есть она была императрицей, которая действительно хотела сделать что-то полезное для страны. Она полюбила, во-первых, страну, и она хотела очень сильно помочь людям, которые жили здесь. Она действительно хотела освободить крестьян от крепостного права, она в её правлении действительно разоблачили многих дворян, в том числе Салтычиху, которая морила своих крестьян пытками, собственноручно, и она лишила её дворянского титула и заточила в тюрьму, по нашим названиям, эта тюрьма. Вот, и получается, Екатерина на своём пути встретила очень много, единственный шанс, единственная удача в её жизни, это было то, что её выбрала Елизавета по каким-то хитросплетениям в жёны своему племяннику, своему в то время Петру Третьему. Она выбрала эту женщину, это был единственный судьбоносный момент позитивный в жизни Екатерины. Дальше она всё делала сама. Об этом говорит её 16-й аркан, это первое предназначение человека, соединение его мужского и женского, это поиск себя, и это говорит о том, что человеку в такой жизни вообще удача не улыбается. И Екатерина смело говорит о том, что я уже в своей жизни всего добивалась сама, так и есть. Это говорит вот этот вот 16-й аркан, башня, это когда человеку постоянно что-то происходит в его жизни, где его ставят перед выбором, где он должен развиваться, расти. Если вот у вас есть 16-й аркан где-то, например, в дате рождения, 16-го месяца у нас нет, либо на сумме месяца и даты рождения, либо сумма года, или если вы можете забить свои данные в калькулятор, повторяюсь, и увидеть там 16-й аркан, не дай бог, в кармическом хвосте, или в предназначении, то ждите, что жизнь вас так просто не отпустит. Это тренер, это коуч, это вот такая энергия, которая вас всю жизнь будет развивать. У Екатерины это был период до 40 лет, где её личность стяжалась, воспитывалась, и Екатерина повзрослела, и она стала той императрицей, которая правила 34 года на престоле. Никому так не удавалось долго удержаться на престоле. Пока матрица всё отвечает нам верно. Общее предназначение Екатерина 21-го аркана — это мир во всём мире. К слову скажу, что сейчас мы находимся в периоде тоже 21-го аркана, я разделала расчёт года современного, так как такие события происходят, и он как раз-таки преследует 21-ю энергию, то, чтобы мы все подружились. Это аркан мир, это аркан расширения убеждений, это аркан божественной энергии, это аркан везения, это аркан, когда человек уже завершает свой путь, и у него нет внутреннего конфликта ни с собой, ни с миром. Это аркан гуру, это аркан духовного уровня, это аркан любви высшего порядка, это космополит, это человек или время, где всё возможно, где всему говорят «да». Причём не так просто, глупо и наивно, а понимая подоплёку, понимая, да, если касаться нашего времени, мы понимаем, что нам действительно нужен мир. И этот мир нужен не только в нашей стране, этот мир нужен всему миру на самом деле. Просто это достаточно сложно перетворить, но энергия именно такая у нашего вот этого года. 2023 год уже будет с годом другой энергии. Вот посмотрим, к чему мы придём за этот год. Так вот, у Екатерины было это предназначение. И как мы видим, она прославилась на весь мир. 21-я аркана — это прославление на весь мир, это бизнес в интернете, например, если в переводе на наш язык, это пиар. И Екатерина была очень крутым пиаром. Она умела общаться с Вольтером, она умела общаться с философами того времени в переписке, что о России заговорили. Россию стали признавать, ей стали интересоваться. До этого мы были просто какой-то там большой, огромной страной, где дикое племя. А сейчас о нас заговорили на мировой арене. И это сделала Екатерина II. Опять же, мы говорим о том, что 21-й аркан у неё, эту энергию она постигла. Этот урок она прошла, насколько смогла. Мы, конечно, можем требовать, мы бесконечно чего-то требуем от себя, от других. Но надо замечать те проценты, которые мы преодолеваем и развиваем. Так вот, 21-й аркан, предназначение у неё проявился. Она стала известной. Она стала известной. Помимо того, что она была женщина, которая не имела крови и была по факту всего лишь женой, она стала императрицей. Ну что, идём дальше. Что я хочу вам ещё сказать про Екатерину Великую и как отыгрались её вот эти вот арканы в «Матрице». У неё в характере был седьмой аркан. Это колесница. Это человек, который командир команды. Вот и она была тем человеком, которая собрала вокруг великие умы. На самом деле Екатерина, конечно, была умна. Конечно, она была умна, сильна и сговорчива. Но, тем не менее, она одна не смогла бы добиться ни престола, она не смогла бы добиться ни такого расположения дворянства в то время. Всё это ей помогли сделать люди вокруг. Бицкой, Панин, Орловы, братья Орловы. Все вот эти её фавориты. Они не так просто были её фаворитами. Эта женщина не ради плотских удовольствий делала их фаворитами. Они приносили ей пользу в государстве. Понимаете, какая была женщина? Она не просто по своей какой-то похоти тащила их в постель и имела с ними какие-то отношения, с Потёмкиным, с Суворовым и так далее. Ну, с Суворовым у неё не было никаких постельных сцен. По крайней мере, это от нас в тайне. Мы не знаем. Но вот с Потёмкиным однозначно, да, там были чувства, была любовь. Но она этих людей, она создавала из них команду. Седьмой Аркан говорит о том, что человек полководец. То есть Екатерина была такая женщина-полководец, которая была на очень высокой позиции главнокомандующего. И она собрала вокруг прекрасную команду, благодаря которой она удержалась у власти и сделала много-много перемен в жизни. Кроме того, 21 апреля, если мы это сложим, то мы получим 25. 25 в сумме даёт семёрку. Это тоже седьмой Аркан, это тоже полководец. И её вдохновляло, опять же, руководство. Руководство страной. Сделать вокруг себя команду. Если вы хотите создать свою команду, то вполне возможно, что у вас есть тоже седьмой Аркан, и вы чувствуете это. У вас есть какая-то высшая цель. Седьмой Аркан даёт то, что человек должен познать свои цели. Вот если человек не познал свои цели, а у него есть седьмой Аркан, это в минусе энергия. То есть человек заблудился за тучей мелких дел, за тучей какой-то суеты. Он потерял эту цель и просто носится, как, извините меня, сраный веник по комнате, делая тучу и массу ненужных действий, которые не приводят его к результату. Вот семёрка проработана — это когда человек знает, что он хочет, и цель его высока. И он может это сделать. Потому что данная такая энергия человеку говорит о том, что в этой жизни тебе даётся право выбирать самому. Тебе даётся право выбирать самому. Вот, у Екатерины две семёрки. Кроме того, у неё есть в зоне финансов 13-й Аркан основной. Это трансформация, это реформатор. Если, например, переносить на жизнь Екатерины, это реформатор. И она много сделала реформ и много хотела сделать. То есть внутри такого человека, у кого есть 13-й Аркан, во-первых, такой человек сможет выжить в очень некомфортных для себя условиях. А как мы вспомним, у Екатерины были постоянно такие войны. Она жила в период войн. То есть война вообще не заканчивалась. А заканчивалась одна, начиналась вторая. Присвоение территории происходило. То есть жизнь России была в такой вечной трансформации. И вот это говорит о том, что человеку… Во-первых, ещё мы вспоминаем, что она 16-й Аркан по складу своего характера. Человек, который умеет собираться, который воин. Семёрка — это воин, 16-й — это воин, 13-й — это умение проявить себя в сложных ситуациях. То есть перевод на наше время, 13-й Аркан — это человек, который может работать в шахте, например, в каких-то ЧС-условиях, быть пожарником, работать в морге, работать спасателем. То есть 13-й Аркан — это человек, который мобилизует, энергия которого мобилизуется и даёт ему чёткое понимание, как действовать. Если у человека нет 13-й Аркана, человек может суетиться, в этой суете погибнуть, повлечь за собой своим поведением смерть многих людей, то 13-й спасёт всех. Вот 13-й, если она хорошо проработана, она всех спасёт. У Екатерины Алексеевны это в финансах главный Аркан — трансформация, реформа. Далее у неё Аркан 8-й — это сила. Это сила мысли, сила такая духовная, сила и физическая в том числе. Всем привет, кто добавляется. Рассказываю про Екатерину Алексеевну, про Екатерину Великую, как её матрица прекрасно нам показывает уроки, которые она прошла. Как мы уже поняли, Аркан — это уроки. И вот кто со мной сейчас, Слава С.Ф. и Принцесса Диана 8, вы можете задавать вопросы, если вам интересно, про себя узнать и вообще про матрицу спросить, чем она полезна. Я в начале эфира рассказывала, как матрица помогает и в чём она помогает. Эфир будет на Ютубе, если что. Поэтому если у вас есть какие-то дела, можете бежать, а можете оставаться. Ваше дело. У нас дома очень холодно, поэтому, видите, я даже в шапочке. Дали ли у вас одопление, интересно? У нас вроде как дали, но оно ещё пока не согрело нас. Продолжая дальше. В финансах у Екатерины восьмёрка. Это сила, это Аркан — сила. На карте нарисован лев из женщины в белом, с цветами, с венком из цветов, которая держит ему пасть своей… не своей силой, да, у неё не напрягается ни один мускул, а лев её слушается. То есть это говорит о том, что сила духа внутри. То есть когда лев, видя такую женщину, сдаётся перед ней, потому что он чувствует, что она мудра, она сильна. Она не будет сейчас его там, допустим, тыкать, я не знаю, там, саблей, ещё чем-то. Он чувствует, что эта женщина, ну вот я попытаюсь вам объяснить, да, как это выглядит, что эта женщина настолько мудра, что он ей сам отдаёт свою силу. В данном случае лев — это энергия нижних чакр, лев жёлтый, карта жёлтая, Екатерина белая. Человек, личность, девушка изображена белая. То есть это высшая энергия, духовная энергия, которая обуздает плотскую. Так, Арканы — это части матрицы. Как эти части прорабатываются? Небольшое лирическое отступление, отвечу на вопрос. Арканы — это, да, это части матрицы. Они могут находиться в финансах, в характере, в кармическом хвосте. Это все ваши сферы жизни, в отношениях, в семье, в здоровье, в таланте. Это те задачи, которые вам нужно пройти в этой жизни. Они могут быть уже пройдены интуитивно, выведены в плюс. Ну, грубо говоря, если у вас есть, допустим, третий или четвёртый Аркан, или в предназначении, или где-то в характере, то вы ведёте собственный бизнес, например. Вы работаете на себя, это говорит о том, что вы лидер. Вы уже стали лидером, вы проработали. Так вот, если у вас эти части не проработаны, вот эти вот Арканы, которые вы видите в матрице, это говорит о том, что некоторые уроки вы не проходите в своей жизни. Вы не понимаете, почему у вас ситуация повторяется, почему вас штормит от определённых ситуаций, и как вам это пройти. И наиболее сложные Арканы для проработки находятся в кармическом хвосте, в самом низу. То есть как чакральный столб у нас строится, снизу вверх, так и уроки мы проходим. То есть мы сначала проходим примитивные уроки на выживание, это вот карма. А потом уже происходит рост творчества, вишутха, вещание, учительство. Аджна — это уже высокого порядка, я даже касаться не буду, но она так или иначе присутствует интуиция и высший поток, связь с Абсолютом. Как вы воспринимаете Абсолют, это уже ваше дело. Сегодня я отвечаю на вопросы на ваши, рассказывала до этого про Екатерину Великую, про её матрицу. Поэтому я отвечаю на матрицу, на ваши вопросы, как вам найти, например, применение в ней, если вы хотите что-то разрулить в своей жизни, у вас какие-то вопросы не решаются, и вы хотите наконец-то понять, как это решить, какие-то ситуации завершить, которые вас уже выматывают, понять свою натуру, потому что часто человек себя не принимает. Вот у него в характере, например, Екатерина, это была женщина, в то время женщина должна была быть замужем, замужем, не выпячивать свою личность. Но Екатерина не пошла на поводу того времени, а стала лидером. По факту это было нонсенс, но она, тем не менее, не стала обманывать себя, а стала той личностью, которой стала. В наше время, например, женщина может себя, например, тоже проявлять так же, да, или наоборот, бояться своей силы. Это как-то переплетается с психологией. Конечно, конечно, это переплетается с психологией, не только с психологией. То есть это синтез многих наук, которые изучались эзотериками времени. Раньше это назывались, допустим, люди, которые по звёздам что-то считали, как их называют, как Павел Глоба. То есть это философы были, эзотерики, великие умы. Это наука очень древняя, которая придумала вот эти энергии, 22 арканы божественной энергии, которые в итоге смогли описать всё творение, всё происходящее. Соответственно, это магическая система, которая, если взять просто карты, которая может вытащить вам из подсознания, помочь вам вытащить из подсознания. У нас на самом деле работа всегда происходит с подсознанием. И вот матрица построена на этой системе, на этих энергиях, на этих объяснениях. То есть там каждый аркан — это о пути говорит. То есть 22 аркан шут — это энергия, это идея. Первый аркан маг — это уже воплощение идеи в материю. Второй аркан — это интуиция, это уже соединение духовного и материального. И вот этот весь путь от 22 до 21 аркана, он описывает как бы жизненный путь, как цель. На самом деле, многие, наверное, алгоритмы современного бизнеса тоже строятся по этой же системе. То есть это древнейшая-древнейшая система, которую просто облекли и могут объяснить благодаря ей человеческую жизнь, человеческую природу, психологию в том числе. Это переплетается самым непосредственным образом. Просто это называется не психологией и идёт не через диалог с психологом, а это идёт диалог через карту. То есть вы смотрите карту, и карта с вами общается. Эту карту могу расшифровать я. В данном случае я буду являться тем транслятором, если вы не знаете матрицу, которая с вами будет разговаривать. Но если вы, например, хотите сами изучить матрицу, то вы можете сами разговаривать с матрицей со своей и решать какие-то свои жизненные вопросы. Вот я именно так живу. Почему я пришла к матрице? Потому что у меня было очень много вопросов, на которые мне не давал ответ никто. Ни один психолог, ни один философ, никто вообще не смог мне ответить. Ни мой род, ни моя мама, никто мне не мог помочь, пока я не открыла и не поняла. Ну, божественные ключи. Давайте назовём это так. Это божественные ключи. Благодаря... Там есть и обратная сторона медали, и основная сторона. Таким образом мы понимаем как бы и чёрное, и белое. И о себе в том числе. И о том, через что нам стоит пройти. Если понятно объяснила, дайте знать. Если нет, то задавайте, уточняйте вопросами ещё. Вот. Да, могу сказать сходу. Но это будет касаться лишь ваших высших центров и вашего портрета. То, как вы отсвечиваете в этот мир. Ну, это портрет, это ваша дата рождения. И то, что вас вдохновляет, к чему вам стоит стремиться. Что вас вдохновляет, ну, куда ваш путь ведёт. Вот так могу сказать. Поэтому, да, можете сказать дату рождения. Я пару слов вам точно скажу о вас. Вот. Слава. С.F. И вы можете дать мне обратную связь, правда это или неправда. Как правило, многие люди, которые не доверяют этой системе, я им начинаю рассказывать, они говорят, откуда ты знаешь. А я человека в первый раз вижу, например. Ну что, второе декабря. Очень интересная у вас дата рождения. Сложная, на самом деле. Я воспринимаю это как сложную. 1981 год. Но смотрите, для... Скорее всего, вы интересуетесь политикой, вам нравятся тайны, какие-то масоны, возможно. Возможно, ещё какие-то тайные сообщества. Возможно, археология, что-то связанное с Египтом. Ну, вообще, любые тайны. Вам это интересно. Также могут быть тайны и государственные. Вам тоже это интересно. И в минусе, если вы начинаете сплетничать об окружающих. Это в минусе. Если вы не сплетничаете, а просто пытаетесь найти... То есть это вас может зажигать. Также вы можете проявлять себя как дипломат, как очень мягкий человек, который может соединить две противоположности. То есть вы такой... Подушка такая безопасности, например, для двух конфронтующих людей, да? Где есть какая-то сила, вы можете её сгладить. Также вы самодостаточный человек, скорее всего. Возможно, вам даже никто и не нужен. Либо это так только выглядит, надо смотреть дальше. Характер и зону отношений. Вам тоже нравится созидать 12-й аркан, но вы можете жертвовать. Ну, во благо, например. Во благо мира, во благо любви. Главное — не уходить тотально в крайность и не жертвовать даже деньгами и своим благополучием, и своим спокойствием. Потому что если вы начнёте жертвовать в минусе, вы начнёте уходить в негатив, вы начнёте ненавидеть. Ну, то есть когда человек из-за забилия жертвует чем-то, это проявление высшей любви. Когда человек жертвует, а когда у него самого нету, это говорит о том, что человек не понял до конца картину мира, сам себе не помог, а уже пошёл помогать и созидать. Это неправильно. Жертва от такого человека, конечно, будет приниматься, скорее всего, но людьми тоже недалёкими, которые будут... Вы будете просто нищету, например, платить. Да, это как медвежья услуга. Это не есть хорошо. А 1981-й. Ну, также это креатив и вокал. Возможно, вас вдохновляет творчество. 12-й аркан — это творчество. Возможно, вы очень много видите, как можно изменить и усовершенствовать что-то. Возможно, у вас много творческих идей. 1981-й. 18-й. 19-й. Скорее всего, вы любите детей, любите порадоваться, но боитесь начинаний. Если вы боитесь начинаний, попыток многих, это в минусе. Нужно действовать и не бояться. А ещё нужно научиться жить здесь и сейчас. 19-й. Вы по Муладхаре 19-й. Вот, угадала. Отлично. 19-й. И у вас могут быть вполне большие деньги. Но если вы научитесь выходить из уныния, радоваться жизни, щедро одаривать людей и своим вниманием, щедрость не только касается финансов, часто мы гораздо больше можем пожертвовать своим вниманием, своей любовью, своим участием. И ведь на самом деле люди платят за это деньги, когда вы с открытым сердцем жертвуете своим советом, своим объятием искренним, своим взглядом. Вот, позитив. Ну и, в общем, нужно пробовать, 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 не бояться. Вот, 19-й аркан. На карте изображён малыш на коне, который управляет не вожами, а просто своей мыслью, своим счастьем, своим настроением. Вот. Это достаточно такая энергия. Смотрите, мы приближаемся к 21-му. Это уже, когда вы прошли страхи, когда вы уже настолько доверяете миру, что вы светите ему. И мир вас видит. И мир вам даёт. Вот. Но если вы не доверяете, то это минусочек. Вот. Ну что? 39-39 у меня на времени. Я ещё 5 минут поговорю. Завершу про Екатерину. Если вот кто присоединился, у вас есть какие-то вопросы, у вас есть 5 минут, чтобы я вам ответила на один вопрос. И продолжу рассказывать дальше. Так вот, Екатерина, да, это была сильная личность. В финансах у неё ещё 5-й аркан. То есть у неё 5, 13, 18. Это реформатор, это сильно, это волевой человек. Благодарю. Спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Вот. Если что, приходите, и общую матрицу рассчитаем вам. Там достаточно много именно в диалоге проявляется. Я, как правило, консультирую именно в диалоге. Ну да ладно. Итак, 5-й аркан. Это говорит о том, это ерофант. Это говорит о том, что человек полагается на традиции. И, как мы видим, Екатерина приняла сразу же порядки того монастыря, в который она попала. Понимаете? Это в плюсе. Это человек приехал на территорию России, стал русским. Если бы она приехала с другими своими знаниями, то это был просто бы трэш. Во-первых, она бы разожгла массу неприязни к себе. И хрен его знает, чем бы это кончилось. Пятёрка говорит о том, что человек очень чётко чтит закон. Она приняла религию. Она, когда была фактически на смертном адре, позвала не лютеранского священника, а как у нас религия называется, православного. Понимаете? И это вызвало уважение всех вокруг. Понимаете? Приближённых. Иерафант ещё говорит о том, что человек будет иметь учителя либо какое-то знание. А у неё были философы, с которыми она общалась. Она прислушивалась к мнению на своей работе окружающих, особенно к Панину, который был очень умным человеком. Я смотрела его «Матрицу». Это очень умный человек. То есть, если посмотреть на «Матрицу Екатерины», она делала всё правильно. Те уроки, которые ей ставили те зоны «Матрицы», финансы, отношения, «Кармический хвост», она прорабатывала. Но единственное, что она не проработала, это отношения, личную сферу, потому что там у неё стоит 15-й аркан, основной это «Кармические отношения». И, скорее всего, все эти фавориты были ей завещены по карме, потому что «Кармический хвост» Екатерины вполне возможно, что она прибегала в прошлой жизни. Мы не знаем, кем она была, но я могу коснуться того, что она использовала какие-то свои знания в своё эгоистическое желание. То есть, человек, например, был, допустим, каким-то священным служителем, обладал властью, но делал какие-то греховные вещи. И в этой жизни человеку очень много кармы предстоит именно в отношениях любовных разрулить. Но там у неё есть 20-й аркан, это аркан-суд называется, это когда человек понимает, ну то есть он понимает, что этот партнёр ему по судьбе, вот так вам скажу, и он хочет построить некое родовое гнездо. 20-й — это прород, это родовая энергия, когда человек понимает, что он хочет большую семью, она хотела семью, крепкую, большую, такую силу. И там тоже был пятый аркан, потому что один аркан у нас переплетает финансы и отношения, и часто по этому аркану мы и можем встречаться, например, на работе человека, а потом, например, с ним вступать в отношения, либо наоборот, человек из наших отношений может перекочевать в нашу рабочую сферу, это вот один аркан. У неё пятый, как раз это у неё вот эти вот мужчины, которые имели определённые знания, это люди, которым она доверяла, вот это пятый аркан. Иерафан — это когда человек руководствуется не только своими интересами, а уже определёнными знаниями. Это люди, которые руководствовались определёнными знаниями, имели положение в обществе. Пятёрка также говорит о положении в обществе. И пятёрка склонна к традиционности. И вот так у Екатерины в отношениях стоит традиционность, род и пятнашка. Пятнашка всё портит, она стоит на сексуальном центре, это говорит о том, что хочется много страстей, много секса, много похождений, и будут кармические партнёры. Пятнашка, когда на сексуальной чакре стоит, это прям трындец. Это либо харизматичный человек, который открывается в сексе, либо такого человека будет тянуть на блуд, прям на блуд будет тянуть, потому что дьявол искушает. И вот этот дьявол искушал Екатерину, что, возможно, не дало ей создать семью. Потому что Орлов был готов создать с ней семью, но мы понимаем, что императрица не может быть Орловой, тогда бы её перестали уважать, а у неё были высшие цели, помним, по семёрке. И она в целом не смогла из-за этого. То есть у неё была высшая цель, которая никак не могла сопоставиться с личной сферой. И она так и не встретила того человека, с которым бы гармонично вот это всё бы состыковалось. Увы, ей пришлось этим пожертвовать, и получается, что единственный минус, который у Екатерины по матрице, это отношения. Вот. Матрица нам так и рассказывает. Ну что, я буду завершать. Всем спасибо, кто меня слушал. Приходите ещё, буду рада. Заходите на мой YouTube-канал, там будут новые видео. Обращайтесь лично, рассказывайте друзьям про матрицу. Ну и, соответственно, изучайте. Это всё интересно. Вот, кстати, Слава у вас с вторым арканом, вам вполне возможно тоже это знание зайдёт, потому что это тоже тайны, это тоже... Вообще, двойки это прям такие люди, которые... Ну, у них, в общем, есть аркан-жрица, у них есть знания некоторые, и им нужно эти знания распаковать. И вот вполне возможно, что у вас в матрице где-то есть пятёрка, вам надо просто найти мастера, учителя, который вам поможет. Вот. Может быть, у вас другие есть арканы, но вот двойки — это люди, которые хранят в себе определённые знания. И в целом вам... Возможно, вы даже по жизни этим руководствуетесь, это интуиция, вы понимаете, что с чем связать, например, нужно. Ну, у вас где-то это на подсознание выходит, и поэтому вас это интересует. Потому что есть такая энергия, она вам в плюсе досталась. Может быть, вы были в прошлом каким-то хранителем каких-то знаний, может быть, вы накопили знания. То есть они у вас есть, определённо есть, и они уже на интуиции лежат. Знания, которые мы постигаем в школе, они потом у нас на интуиции. Мы таблицу умножения уже не высчитываем, а просто говорим её. Вот. И также есть такие высокие знания, очень глубокие и высокие, которые касаются мудрости, касаются духовного и материального. Вот. Ну что, всех благодарю. Спасибо, что вы пришли, послушали. Эфир сохраню на Ютубе. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok